Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исаии. 52 глава продолжает тему 51 главы. Эта тема, можно ее так обозначить, утешение, Господь утешает свой народ, освобождение Иерусалима, провозглашение спасения, реставрация Сиона. Разделение вот здесь между 51 и 52 главой искусственной, потому что это один отрывок, можно сказать, один пассаж, одна тема. Его объединяются эти стихи. Всю 51 главу и большую часть 52 главы. Вновь звучит призыв в начале 52 главы. Восстань, восстань, облеки силу твою Сион. Как много этих призывов было в 51 главе, призывов, обращенных к Сиону. Восприни, восстань, Иерусалим, Сион. И ко Господу также Господь, к мышце Господне обращался, пророк обращался. И здесь вновь звучит то же самое обращение. Облекись в одежде величия твоего, Иерусалим, город святой. Город святой назван здесь Иерусалим. И в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, этот город тоже называется святым. Иерусалим – святой город. Почему святой? Потому что там особое место присутствия Божьего. Там Божий храм, Божий дом. Там гора Господня, гора Цион. И там совершается божественное спасение посреди земли. И туда стекаются все народы, чтобы научиться ходить путями Господними. И ходить во свете спасения вместе с первенцем Божьим, с израильским народом. Так вот, призывается Сион, то есть Иерусалим. Параллелизм, а город святой призывается радоваться, восстать, облечься в силу свою, в одежде величия твоего. Величие – вот это вот уже не руины будут жалкие, а величественный город будет восстановлен навечно, ибо уже не будет входить более в тебя необрезанный и нечистый. Рель Туме – необрезанный, нечистый. Эти вот люди в святой город войти не могут. Необрезанный, нечистый. Потому что этот город святой. Иначе будет человек, если оскверненный, он не войдет в этот город. Почему? Потому что он этим самым осквернит святыню. Ничто нечистое. И никаких грехов, конечно же, в этом городе твориться больше не будет. Когда-то Иерусалим был назван пророком городом кровей. Ужасное название, вроде бы приличествующее Вавилону. Но вот Иерусалим называется городом кровей у пророков, потому что там царило беззаконие, царило там угнетение, притеснение, несправедливость, коррупция. И бедные угнетались богатыми и подавлялись. В общем, творилось много зла. И город Иерусалим был названным городом кровей. Здесь он называется вновь святым. Господь очищает его, очищает свой народ. Искупленный народ не будет больше грешить, не будет он называться нечистым. И здесь говорится о необрезанных, но знак завета, знак обрезания, бритмила, завет обрезания, без него, без этого, так сказать, надреза плодородия, так иногда образом называется еще обрезание в буддийских источниках. Вот, без этого народ не мог, человек не мог находиться в народе Господнем и не мог участвовать ни в богослужениях, ни во всей жизни того древнего израильского народа. Хотя народов обрезанных было много, но вот для израильского народа это стало только культурной границей, культурной, религиозной границей, наряду с некоторыми другими границами, которые как раз определяли идентичность, культурную, религиозную идентичность народа. Ну как же народы тогда, необрезанные народы, войдут в эту славу Божьего народа, чтобы праздновать вечное спасение? Как они придут в Сион? Для чего они туда придут? Тогда, если они необрезанные, как они будут научиться ходить по путям Божественной Торы, Божественного Закона, о чем так много в книге Исаии? При всем том универсализме, о котором здесь говорит Исаия, в то же время говорится, что Русалим не войдет необрезанный. Но верующие из других народов, у них обрезано сердце. Народ с необрезанным сердцем будет говорить, часто такое слышит упрек Израиль, с необрезанными ушами. Обрезание, знак обрезания в плоти – это одно. А есть еще обрезание духовное, обрезание сердца. Когда человек с обрезанным сердцем, он уже не является нечистым, он является чистым, посвященным, освященным. И вот не думаю, что в Царстве Божьем народам необходимо, чтобы войти в небесный Иерусалим, в новый, святой город обновленный, необходимо будет обрезать плоть. Для народов, для неевреев достаточно будет обрезать сердце. Это, очевидно, явствует из общего контекста, из всего содержания книги Исаии, где говорится, что все народы придут к Сиону, чтобы научиться и стать народом Божьим вместе с избранным народом израильским. Нигде не говорится, что народы будут представители этих народов, спасенные всех людей из дальних островов, из всех народов, что им для этого необходимо будет обрезаться. Этого нет. Обрезание – знак завета у потомков Авраама. Непотомки Авраама, они должны обрезать свое сердце, чтобы войти в святой град. Продолжаем. Второй стих. «Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи шеи твои, пленная дочь Сиона». Лучше я напомню, что Иерусалим и Сион и вообще все названия городов, они женского рода, стран в еврейской Библии. И поэтому здесь и прилагательные, и глаголы и так далее тоже должны стоять в женском роде. И в еврейском тексте так оно и есть. Но дело в том, что в русском языке это многие названия мужского рода. И поэтому трудности всегда возникают при переводе. На самом деле здесь пленная Иерусалим. Женские образы, дочь Сиона, пленная Иерусалим. Почему важен женский род? Потому что пророк использует женские метафоры, женские образы. Поэт древний, еврейский. «Ибо так, говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Они были проданы в рабство, и Господь искупает, выкупает их на свободу, не за серебро. Даром». Просто, как было сказано в предыдущей главе, извлекает их из этого рабства. Словно из рва, из которого вы, сказано было в первом стихе предыдущей главы, извлечены. Обращение к израильтянам. Здесь говорится о том, что они будут выкуплены. Третий стих 52 главы звучит. «Ибо так, говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Господь искупитель, он выкупает свой народ из рабства. «Ибо так, говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что». Египтяне теснили, угнетали. Они туда пошли пожить, спасаясь от голода. Как это описывается в книге «Бытия», там оказались в рабстве. Потом поработил Ассур, Ассирийская империя, предшественница Новоавилонской. И об этом ассирийском пленении, депортации в Ассирию, Десятисеверных колен, повествует четвертая книга царств, повествует книга Паралипомена, повествуют пророческие книги, книги малых пророков. Вот ни за что теснил. Ну как ни за что? Вроде бы за грехи. Но здесь говорится о том, что ни за что по отношению к Ассуру. Перед Ассуром-то, перед Ассирией, перед Ашуром-то израильский народ не виноват и ничего ему не должен. Его ни за что теснить, ни за что его захватывать в рабство. Просто таков был божественный суд. Вот они теснили ни за что враги израильского народа. Поэтому ни за что теперь и будут евреи освобождены. Господь не должен платить Египту, Ашшуру, какую-то плату, чтобы освободить свой народ, выкупить свой народ из рабства. Он просто возьмет сам Господь и даром ни за что освободит. И теперь, что у меня здесь? Продолжается прямая речь Господа, 5 стих. Говорит Господь, народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь. И постоянно всякий день имя мое бесславится. Потому что враги говорили, где Бог твой? Почему Бог тебя не защитил? Почему ты оказался в плену? Вот вавилонский плен, в этом плену, поскольку народ Божий угнетен, то имя Божие бесславится, оно бесчестится. Народ мой взят даром, властители их неистовствуют. Так поступали вавилоняне. 6 стих. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я. Здесь пророк и другие пророки, объявляющие народу о его освобождении, называются благовестниками. Благая весть. Вообще, не только эти главы, которые мы читаем, но и вся вторая часть книги Исаии, главы с 40 по 55 включительно, называются в библейской литературе, часто в литературе по библейстике называются книгой утешения. Потому что Господь утешает. Он назван в предыдущей главе был утешителем, минахем. Начинался весь раздел, это 40 глава, такими словами «нахому, нахому, утешайте, утешайте, народ мой, нахому, ами». Вот, книга утешения. И можно сказать, что это ветхозаветное Евангелие. Евангелие, евангелион, греческое слово, радостная благая весть, Евангелие. Вот и здесь эта радостная весть об освобождении пленных израильтян, разглашается спасение, и говорится о том, что восстановлен, реставрирован будет Сион, Иерусалим, то есть храм. Вот, и говорится, что «как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость. Мир и радость ждут освобожденный из Египта, из вавилонского рабства народ». И благовестники эти, объявляющие ему о том, в том числе сам пророк, они проповедуют вот это спасение и говорят Сиону, то есть пленникам Сиона, «Воцарился Бог твой». Не Кир Персинский воцарился, а воцарился Бог над израильтянами. Над ним властвует сам Господь. Вот этому 7 стиху 52 главы Исаии есть замечательная параллель в книге пророка Наума. Пророк Наум. В 1 главе, 15 стихе книги пророка Наума мы читаем. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Общая тема и общие слова. Может быть, один текст, в одном тексте содержится цитата из другого текста, мы не знаем. Может быть, просто общий источник у этих пророчеств. Или редактор Исаии или Наума позаимствовал в другом пророческом тексте эти слова. А может быть, Господь открыл и автору этой главы книги Исаии, и пророку Науму в одних и тех же словах, в одних и тех же выражениях. Одно и то же пророчество. Ну, фактически, это цитата. Совершенно явная, не скрытая цитата, те же самые выражения. Так вот, 52 глава 7 стих и Наум 1 глава 15 стих являются параллельными текстами, говорящими об одном и том же и одними и теми же самыми словами. Потом эти слова будет цитировать Исаию, цитировать Наума одновременно, будет апостол Павел в письме христианам Рима. В 10 главе 15 стихе, послание к римлянам, мы прочтем. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано? И дальше цитата. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вот такая перекличка текстов, цитаты внутри Ветхого Завета и потом переходящие в Новый Завет, цитаты. Цитаты, как один из аспектов интертекстуальности Ветхого и Нового Заветов. Есть не только цитаты, есть цитаты явные, цитаты скрытые, есть аллюзии, то есть намеки, есть общие темы, развитие одних и тех же тем и использование одних и тех же выражений и приемов и так далее. Все это очень важно знать, внимательно читая и изучая Священное Писание. Читаем дальше. Восьмой стих. Голос сторожей Твоих, сторожей Сиона, сторожей Иерусалима, стражников. Они возвысили голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Вместе с остатками иудейского народа на Сион возвращается Сам Господь. Божественное присутствие Его Шхина была в изгнании вместе со Своим народом. И вот теперь возвращается Сам Господь на Сион. Выше в предыдущих главах мы уже об этом читали, что Сам Господь возвращается в Святой город на Сион. Где Святой Господь, там и город святой, там и земля святая, там и народ святой. Не святой народ не может жить вместе со Святым Господом. Он будет извергнут или будет освящен. Остатки израильского народа прощены, освящены, возвращены, и Сам Господь возвращается вместе с ними на Сион. Вновь обращается пророк к развалинам Иерусалима, к тем, кто вернулся на эти развалины, чтобы их восстановить. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и скупил Иерусалим. Господь утешитель Менахем, Он утешает, и Сам Пророк вместе с Ним, с Господом, утешает Свой народ. Начинается книга Утешения, 40 глава Иса. Итак, утешайте, утешайте, народ мой, на хому, на хому, ами, говорит Господь. «Обнажил Господь святую мышцу Свою, вновь мышца, зруа, как образ божественной силы, осуществляющей правосудие по всей земле, наказывающей врагов и благословляющей, освобождающей свой народ. Обнажил Господь святую мышцу Свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Это произошло, когда народ израильский оказался на Сионе, свободным, после долгого вавилонского рабства. Это произойдет, когда народы всей земли увидят новое спасение, и в этом спасении примут участие. Спасение Бога нашего, Господь Спаситель, Искупитель, Освободитель. Дальше вновь обращение к народу, 11 стих. «Идите, идите, выходите оттуда», то есть из Вавилона. «Не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». По эдикту Кира II и сосуды священные Иерусалимского храма, которые вавилоняне забрали себе в Вавилон когда-то, они тоже были возвращены иудеям, и эти сосуды были принесены, чтобы этими сосудами служить Господу в новом восстановленном втором Иерусалимском храме. Образ Вавилона стал в дальнейшем на все века и в Новом Завете, и в литературе, в небиблейской литературе стал образом того, противостоящего правде Божией, его власти, его силе, апофеоза зла, образа зла вот этого мира. И первые христиане отождествляли этот Вавилон с Римом. Сейчас кто-то отождествляет Вавилон с Нью-Йорком, с другими городами. По-разному, в разные эпохи это было по-разному. Но вот Вавилон, как противящийся воле Божий город, вернее, люди, населяющие его, Вавилон стал образом вот этого зла. И это зло Господь побеждает. И находящиеся в Вавилоне в плену избранные Господни, народ Господень, они освобождаются. И в эсхатологической перспективе Вавилон будет низложен. В книге «Откровения Анна» мы читаем об этом. Пал, пал Вавилон. Вавилон там назван еще и блудницей, чьим вином, вином ее владодеяния, упивались все народы. Больше они этим вином, владодеяния Вавилонского, упиваться не будут. Вот здесь этот образ Вавилона из среды его, из среды Вавилона. То есть выходите оттуда, то есть из Вавилона, очистите себя, носящие сосуды Господни. Те сосуды, которые были в Вавилоне, они вместе с освобожденными из плена иудеями возвращаются во Святый Град. «Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». Как когда-то во время исхода Господь с толпом облачным сопровождал свой народ, «И ничего не могли сделать бежавшие и гнавшиеся за ними враги, полчища фараоновы, так и теперь торжественно выйдет народ с высоко поднятой головой и пойдет в свою родную землю, неся сосуды Господни, и радость вечная будет, как говорит пророк, над головами их повториться». Словно второй исход повторится та же самая история. Господь со своим народом и охраняет его, он страж народа своего. Вот так заканчивается эта тема, охватывающая 51-ю главу и первые 12 стихов 52-й главы. Тема, несколько пророчеств, объединенных в одну тему. Тема освобождения, тема спасения, тема реставрации, тема, в общем-то, благая, евангельская, ветхозаветная своего рода Евангелие, которая провозглашает пророк пленником, узником, вавилонским узником Сиона. Дальше с 13 стиха начинается тема другая, тема другая, а именно четвертая песня Раба Господня. Четвертая, заключительная, во втором разделе Исаии, вообще в книге Исаии имеются четыре песни Раба Господня. Три из них мы уже прочли, вот, а теперь заключительная, четвертая, может быть, самая важная из этих четырех песней Раба Господня. О том, кто такой Раб Господень, мы говорили, это израильский народ, это пророк, который пророчествует, Израиль прямо назван был выше в предыдущих главах, Рабом Господнем, и это грядущий Мессия. Мессия страдающий, Мессия в мощиях, на которого Господь возлагает, которого Господь обрекает на страдания и даже на смерть для искупления многих, для искупления своего народа и вообще всех. Здесь, в четвертой песне, уже не столько израильский народ и не столько пророк, автор этих строк, этих глав, сколько личность отдельная, не коллективная личность, а отдельная личность Мессии, Машеха, Помазанника, является здесь, скорее всего, в большей степени Рабом Господнем, чем весь израильский народ. Итак, читаем эти важные, начало этой важной четвертой песни Раба Господня, читаем эти заключительные три стиха 52 главы, но, повторю, песня этого, эта песня четвертая, песня Раба Господня продолжится и охватит всю следующую 53 главу. Вот прямая речь Господа, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Еще следует отметить диалогичность этой четвертой песни Раба Господня. Здесь не слышен голос самого Раба Господня, поэтому это, скорее, песнь о Рабе Господнем, а не песнь Раба. Здесь слышны голоса в первых трех стихах этой песни, то есть заключительные стихи 52 главы, прямая речь Господа, говорит Господь о Своем Рабе или обращается к Нему также. Первые 10 стихов 53 главы говорит уже не Господь, говорит община израильская, говорят также цари и народы, все народы земли, свидетели страданий Раба Господня. И, наконец, заключительные стихи 53 главы следующей, в них вновь будет звучать прямая речь Господа, который подтвердит успех миссии своего Раба. Вот такая, так если вот это вот отметить, то мы видим, что это четвертая песня Раба Господня, она диалогична, здесь диалог, разные голоса звучат. Читаем. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Да, израильский народ претерпел многие страдания, этот Раб Господень в плену в Вавилонском. Но если говорить о мессианском содержании этого стиха, то говорится о мессии, который претерпит много страданий, и лик его будет обезображен паче всякого человека. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Неслыханное свершится, произойдет, когда свершатся искупительные страдания Раба Господня, мессии. Дальше, в следующей, 53 главе, продолжение этой песни. Чем руководствовался тот, кто делил книгу Исаии на главы, непонятно. Следующий стих уже будет в 53 главе, и никакого разрыва быть не должно. Но это одна, единая, четвертая песня Раба Господня. В следующий раз мы прочитаем эту самую 53 главу, чрезвычайно важную во всей книге пророка Исаии и во всем вообще Ветхом Завете. Запись сделана для библейского портала «Икзегет». 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 «Икзегет».